Чтобы он не знал, как что делать, это нехорошо. Было воинское сословие, были ремесленники и крестьяне. Они, соответственно, не могли практиковать регулярно. И была система быстро подготовки, как раз на... Как на естественное движение, которое уже есть в своем теле, положить некий навык, который... Ну, ты, естественно, мастером не будешь за три дня, но уже какие-то шансы у тебя появляются. То есть ты уже можешь выжить, вернуться к жене и вернуться к детям. Ну и постоять за тобой еще. Групповой состанности еще лучше. То есть за три дня навык ставили вот это. Как? Не погибли. Полная версия тренинг начинается, и к ней все приходит. Про использование вообще всего тела, про наработку телесной синергии, аматомических поездов. Это вещь, без которой вообще никуда. Да, чем бы вы ни занимались, там, совершенно не обязательно боевым искусством, причем безоружным, это может быть вооруженная работа. Даже если вы занимаетесь, там, не знаю, сноубордизмом каким-нибудь, на доске катаетесь или на лыжах, просто без этого вам точно совершенно никуда. И околицу, да, ты еще покажешь. Вот, ну, с помощью одной только околицы, вот, работы с дистанцией, в русской традиции, вы можете, как минимум, оставаться невредимыми, и при желании вредить или защищать себя людям. Давай раздадим? Дальше, да? Давай филологу, какой-нибудь. Да, да, да. Вот, я посмотрел, вы двигаетесь немножко, у некоторых тело закрепещено, да? Вот, пока у вас тело закрепещено, а что знаете, закрепещено? Вы уже в неком образе на кольце какой-нибудь. Все, пожалуйста. Угу. Все это? Давай, давай, продолжай. Поэтому, вот, ну, в городе сейчас сложно, а вообще в традиции был конь, и если ты джекетовкой занимаешься на коне, то это дает такое состояние, когда ты вписываешься в любое движение, потому что конь, да, чтобы на нем сидеть, нужно быть каким-то ненабреженным, в то же время пруим, то есть соборным. Тогда ты можешь все движения повторять. Можешь писаться в движения, видели, да, вот это. Джекетовка – это очень важно. С потерей коня казак потерял, у меня, 50% возможностей. Ну, вот мы в городе сейчас и по упражнениям мы демитируем. Вот сейчас с вами попробуем, заодно проверить, насколько вы хороши, насколько хорошо ладите тело. Несколько упражнений сейчас сделаем, которые, ну, просто дают обратную связь вам, владеет этим своим телом или нет. Закрепещено, или оно слушается у вас. Потому что если бы тело не слушается, покажи любой образ, как митя, а ты не сможешь. Расковали тело, стали ловкими, текучими. Можете приходить в любую школу, любого образа взять, любого образа платить. Чтобы тело слушалось. Улавляйте, да, идейте. Будет оно послушано, будете воплощать любые образы, какие хотите. Быстро учиться можно. Чему можно. Ну, вот такое базовое упражнение. На земле. Здесь зал шеверный, но можно тоже. Ну, давай так. Традиция казачья. Казак, кто-то подвигает себя на свой предел. Готовы себя немножко подвигать, да? Или как? Или жалеть себя? Готовы. Горянку поболевать, да. Добро. Значит, вот это конь. Задача толканого вверху, посмотрите. Вот лечь на него. Можно касаться земли. Руками, ногами. Ни в коем случае не цепляться. Задача толканого вверху снизу, выбраться из-под него. Моя задача двигаться вокруг него, снимать от себя напряжение и, смотри, что делать. Оставаться на нем. Ногами, руками можно касаться. Здесь, здесь. Важно, что в воле, не снимать от себя напряжение. Повторять. Его все движения на стол. Его задача выбраться. Пробуйте это сделать не на скорости, а как бы стараясь двигаться медленнее, чем ваш противник. Он старается двигаться медленнее, чем я, а я стараюсь двигаться медленнее, чем он. Егор, я правильно понимаю, что здесь задача не напрягаться, а наоборот убирать напряжение? Да, руками не цепляться. Можешь смотреть, что сделает. Как вы видели, гонит, что он делает. Он пытается снять с себя. Видите, да, это все? Да, не рывком, плавненько. Можно подвигаться. Можно попробовать его поймать. На противогоду. Рывком, рывком. Не двигаться, рывком. Образ задаешь, он говорит, сейчас по нему все пойдет. Без рывка. Проигрывайте, меняйте. Видите, я вот, можно что сделать? Скатить себе. Да, я вот. Просто стекает. За землю и работу делать не надо. Земля, человек хорошо к себе тянет. Да, базар в них попадает. Хочется всегда что сделать? Стоит против земли, да? Земля тянет себя. Хочется всегда его туда вмять. Зачем? От земной силы идет. Равновесие решили, не переступали. Вот землей. И не переступали. Снимаете, снимаете, снимаете. И что происходит? Земля, человек к себе тянет. Поэтому важно человека лишать равновесия, а не побеждать. Лишили равновесие, лишили силы. Понятно, да? В нересомости вы не сможете стену пробить. Вот не летите. Нужна спора какая-то. Подвигайтесь на земле, в парах, смена по команде. Давай. Вот здесь у меня напряжение. Здесь напряжение. Вы можете снять себя. Может важно? Получиться напряжение снимать. Какая еще игрушка ей сейчас дать тему? Это уже делается стоя. Называется старинная такая. Это была в русском. Вы просто укрепляете. В нее играли всегда с детства. Да, я сразу влезу. Вот в восточном стиле, ну вообще в восточных школах принято потеть, упорно тренироваться, напрягаться. И вот это тоже отличие русской школы. То, что здесь играют. Здесь не мучают человека, не доводят до потери сознания от усталости. А все происходит в игре гораздо радостнее и легче. Это называлось «смага». Смагом, слово слышали, да? Смачено отсюда, да? То есть «смага» — это огонь. И если ты в потухшем таком состоянии, он тебе в школе, да? Составляют, а это все. То есть ты же не учится по-настоящему, да? А в «Хоббите» — дракон. Смаук. Дракон в «Хоббите» — Смаук. Важно, это огонь разжечь себе и через него двигаться. Тогда у тебя все к другому. Ну и жизнь тоже будет такая огонь. Гореть можно учиться. Смагать называется. Это через игру. То есть вы играете всегда, да? Может, поиграть, если успею. Значит, вот такая игрушка есть. Называется «Настолбик и пьяница». Что она нарабатывает? А для одного она нарабатывает сильное положение, потому что в бою нельзя опираться на другого человека. Почему? Вот, например, борьба пошла, и Глупа на меня в какой-то момент что сделал? Оперся. То есть он через меня в землю опирается. Это что значит? Здесь есть точка опоры. Если я его двигать, он за ней пойдет, это может что сделать? Уловите, да? То есть этого нельзя допускать. И вот я здесь нарабатываю это сильное положение. Оно называется «Столбик». Учились у него еще ученика князя Голицына. Такой удивительный. Бухтед князь. Родовой стиль старинный. Он называл это «Столбик». На «Волге» это называл «Старшак». Тоже такие столбики, которые вкапывали зимой. Еще это называлось «Дрежи». Дрежи – это пламя свечи, которые вверх. Все огонь, как не наклоняй. Свечку, как не наклоняй, куда огонь? Вверх. Ну, как бы душа, если есть в человеке, она все время стремится и вверх. Имея огненная природа, она нас заставляет подниматься. Даже если упал, все равно поднимаешься. Что еще важно? Традиции. Видели когда-нибудь такую картину, когда собака лежит на земле, и у нее наезжает колесо, телеги, собака просыпается и успевает выбрануть оттуда. Представляете себе скорость? Да? Колесо уже все крутится. Как вы думаете, есть у человека такие способности или нет? Есть. Неконечкость. А? Неконечкость. Ну, вот задача традиции заключалась, чтобы вытащить тебя в это состояние, где ты можешь. Это как бы дано. Это надо достать, разбудить. И все упражнения не были направлены на то, чтобы ты там делай так, а упражнения, все были направлены на то, чтобы вскрыться тебе это состояние. Именно, чтобы ты мог не выйти. Оно не обязательно прямо сейчас у тебя проснется, но раз-двух стрессовая ситуация, и ты, она смогла плавлять и дать ей. То есть задача традиции надо было подготовить к какой-то стрессовой ситуации, к экстремальной. В экстремальной ситуации ты можешь проснуться. В общем, на войне это часто бывает, когда люди замедлены там, что люди видят. Вот. И, но важно вести обучение в медленном ключе, чтобы правильный наук наработался, правильный вот этот, ну, от рефлексов уйти, да, привычный. Я столбик. Видели, когда человек выпивает, накидывается, да, у него состояние такое текучее, хорошее, но он за это все платит. Ну, и от реагирования. Ну, как бы, и в итоге получается, как от колонны, колонны, перебежки при доме. Здесь постоял, там. То есть, нужен кто-то вовне, чтобы что сделать? Стоять. Представьте, что вы сильно выпили. Представьте. И вам нужен кто-то. Пьяница. А я столбик. То есть, если я отхожу, не перестраиваюсь пока, я должен быть честным, он падает. Но падать как? Как бы, пьяница не разбивается, знаете, да? То есть, здесь, какой наук нарабатывается? Безболезненно, что сделать? Если вы напряженный, вы разбиваете, на льду особенно, сейчас-часто бывает. Напряжение снял у себя, да? и спокойненько. Расскользнулся даже. Успел напряжение снять. Сохранил здоровье. Не успел, что-нибудь себе сломал. То есть, учитесь страховаться. Поэтому сейчас, один опирается, а другой, что делать? Раз, отходим. Без напряжения упали на лед. А потом это упражнение усложнение. Вам интересно. Давайте. Попробуйте. Первый шаг.